Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня поиграем в игрушечку на андроид, которая называется Спеллстоун. Древний остров, закованный в лёд, был вновь обнаружен не столь давно. На дирижаблике мы летим, видите ли, куда-то. Волна за волной туда устремились искатели приключений в надежде на славу и редкие сокровища. Все они искали камни-чар, в которых заточены магические существа из далёкого прошлого. Существуют легенды об одном из сокровищ древних, Сердце Синего Пламени. Вы здесь, чтобы найти его. Отлично, пора подготовить вас к приключениям. Сердце Синего Пламени само себя не отыщет, ну это понятное дело. Итак, ещё один искатель приключений, мечтающий отыскать сокровища. Посмотрим, на что вы способны. Детка, я на многое способен. Отправьте в бой лесную фею, перетащив её на поле боя. Ага, начинаем с обучения, ребята. Ну что ж, давайте выставим. У всех карт имеются показатели атаки и здоровья. Когда здоровье карты падает до нуля, она исчезает. Ну это понятно, само собой, ребята. Это во всех карточных играх такая фигня. А теперь пошлите в бой Махового Голема. Эти здоровяки не очень быстрые, зато бьют изо всех сил. Ну давай поставим Махового Голема. У многих карт есть время активации. Столько ходов нужно на то, чтобы карта активировалась и атаковала. Ну, понятно. Так, ладно, сейчас мы... А, нет, она сейчас добьёт меня. Ну, Маховый-то им тут сейчас устроит. Понизьте здоровье вражеского героя до нуля, чтобы одержать победу. Теперь вы знаете основы. Посмотрим, как вы справитесь дальше. Ну всё, ребята, в принципе, всё коротко и ясно. Обучение на этом закончилось. И дальше мы идём сами по себе. Так, ну что, давайте мы этих фейс сейчас быстренько расклепаем. Поверьте мне, это будет очень-очень легко. На первых фазах это всё элементарно происходит. Я в эту игру, ребята, давным-давно ещё играл. Победа. Когда она ещё только в бете была. Вас ждут великие дела. Продолжим обучение? Эм, ну давай. По прибытии вы познакомились с капитаном Элларийской экспедиции. Он предложил объединиться в команду, чтобы вы потренировались перед поиском сердца синего пламени. Но у остальных эта идея не вызывала особого восторга. Так, ну что, ребят, давайте тогда мы с вами, наверное, отправимся в бой за одну энергию. Это Элларийская экспедиция. Здесь, на границе цивилизованного мира, мы заняты сбором камней-чар. Ода, иди сюда. Поможешь новичку разобраться, что тут к чему. С удовольствием. Ода, у тебя лицо такое, ё-моё. Как будто ты мне не помогать пришёл, а шлёпнуть. Ну давай, Ода, потренируемся маленько, что ли, я не знаю. Так, у тебя 6 хп, ага, ты вызвал Пегаса. Ну ладно, мы тогда давайте вот так вот махового поставим. Так, я могу только по одной карте вызывать каждый тур. Ну, это ничего страшного, ребят. Так вот, я говорю, что раньше я играл в неё, когда она ещё была в бете. И я очень-очень далеко там ушёл. Здесь я уже смотрю, немножко как-то она преобразилась, что ли. Так, очередная моя победа. Получить мы получаем с вами сундучок. И в нём, как видим, слитки. Вы выполнили задание, это отличный способ зарабатывать особые награды. Проверяйте, не появились ли новые задания и события. Квак. Вот у нас журнал заданий. Погребение мертвецов. Появление нежити. Толпа нежити забрела в лагерь и принялась крушить всё на своём пути. В этой толпе вы заметили дорожную сумку. Похожий, какой-то незадачливый торговец угодил в ловушку. Так, ну, каждое задание у нас требует одну энергию. Ха, вроде начинаешь понимать, что к чему. Теперь по... Хра! Прискакал голубец. Нежить в лагере? Гляди, скелеты окружили торговца. Эй, ты, скелет, приятель, не хочешь ли взглянуть на мой меч? Всего 23 тысячи золотых. Ха, нихера ты, спекулянт. Ну ты даёшь, а? Роха! Ой, на помощь! Эх ты, беззубый гоблин. Сейчас мы тебя спасём, так уж и быть. Не будешь там, бедняга. Я надеюсь, ты не за это потом по скидке что-нибудь продашь? Олух ты и таки. Нашёл кому продавать, да? Скелетом. Ё-моё. Так, ну что, ребят, сейчас мы этого ухоркаем. Скелетика. Маховый голем даст жару. Всё, мы разбираем уже самого скелета. Но он так просто не заётся. Так, ну выставляем последнюю фею. Потом нам, конечно же, дадут самому собирать колоды. Кард тут очень-очень много. Разных, со всякими способностями. Ох ты, отличный корабль. Куда мне пристроиться? Что это за онючий гоблин? Не надо так говорить. Идите сюда. Я хочу вам кое-что показать. Угу. В магазине вы можете купить новые кристаллы, собранные специально для вас. В знак благодарности могу продать кристалл. Привезённый мною из дальних краёв. С таким сокровищем я расстанусь до 12 тысяч золотых. Эй, нечего меня игнорировать. Что ты делаешь вместе с нами на воздушном корабле? Действительно. Ладно, ладно. Ты умеешь торговаться. Как насчёт 100 золотых? Да ты меня вообще слушаешь, квак. Как можно было так опустить цену? Ну, в принципе, для нас это выгодно, ребята. Поэтому покупаем. И что нам достаётся? Укротитель черепах. Атака 2. Защита 10. Так, получаем ещё. Превосходно. А теперь обратно в бой. Погребение мертвецов, ребята, у нас. Следующий бой. И задание звучит так. Нежить окружена, но кое-кто ещё продолжает сражаться. Надо прикончить их и спасти учёных. Учёных будем спасать. Окружить последних мертвецов. Покончим с ними, наконец. Я останусь с учёными и буду их охранять. Ну и охраняй. А меня, как всегда, в пекло запускает. Ладно, давайте поставим... Ой, ё-моё. Четыре хода он будет активироваться. Чё-то я как-то не подумав, что это облепил его. Вот оно, ребята, что значит не посмотреть внимательно. Да. Могу так быстро очень лишиться этой черепашки, пока она созреет для атаки. Ладно, маховые големы есть. Сейчас они тут. Опачки. Так, смотрите, он какую-то карту там странную выложил. Так, ну мы, в принципе, тоже её разберём, пока он там активируется. Хе-хе-хе. Эх, черепаха, черепаха, как же ты медлительно, а? Ну, в принципе, так оно и должно быть. Они же медленные, черепашки-то. Хе-хе. Ладно, ребята. Ну что? Последний ударчик этому скелету, и он, в принципе, готов. Всё. Победа, конечно же, наша. Пять золотых мы получаем. Ух ты, жаба-воин. Так, три атаки, одна защита. Плюс у него есть броня, ребята. Получаем. Получаем с вами золото. Постоянный покупатель. Так. Полевая подготовка. Так, это у нас журнал заданий. Ладно. К оружию. Когда снежитью было покончено, капитан привёл вас в новую часть лагеря. Здесь вы вновь заметили Оду, погружённого в глубокую медитацию. Некоторые существа обладают особыми способностями. Очень важно научиться противостоять этим умениям. Ода, иди сюда. Что-то эти мертвецы вывели меня из себя. На этот раз я сдерживаться не стану. Ну, такой буйный. Ода. Что с тобой, родной мой, а? Так, я не понял. С какого перепуга ты стал со мной драться, а? Главное, его атаковали скелеты, а он зло нам не срывает. Эту существо обладает бронёй, которая поглощает часть наносимого атака и урона. Ага, вот, ребята, вы поняли, да? Суть какая. Очень-очень хитро придумано. Так, у меня кто-то... Давайте-ка вот, джаба-воин. Оно у меня тоже с бронёй, поэтому одну атаку выдержит спокойно. Так, здесь он, конечно, разбил. Ну, блин, даже маховый голем... А, нет, сделает. Будет по одной... По одному урону наносить. Так, ладно. Стерпится-слюбится, как говорится. Ну что, давай, наверное, укротителя поставим. Как раз он созреет к четвёртому ходу и начнёт тут, ребята, буянить у нас по полной программе причём. Да, вот эти вот броневики, они, конечно, хороши, но там, поверьте, будут ещё другие карты и более мощнее. Там, например, с шипами, там, ответный удар, контратака, там, очень-очень много. Плюс эти карты можно будет потом улучшать. Насколько я помню, по крайней мере, было так. Ну что же, победа очередная за нами. И, повышение уровня, мы с вами получили второй левел, получается так. Капитан отвёл вас к раскопкам. На самом дне котлована вы заметили крышку тяжёлого сундука. И если нужно больше узнать о противнике, коснись его, чтобы открыть свой полевой журнал. У меня ещё журнал, оказывается, есть полевой, ребята, я даже этого и не знал. Что там закрыто посреди котлована? Да сейчас ты узнаешь, что ты? Это сокровище, которое мы и пытаемся раскопать. Учёные считают, что там, возможно, сердце синего пламени. Но не могу его открыть. Ну, сейчас постараемся, что-то волнуйся. Опять с Одой? Ода, ты не припухли? Мне такое ощущение, что ты хочешь забрать это сокровище. Уже вот такое у меня складывается впечатление почему-то. Так, давай жабу-воина поставим. Ага, получила своё. Так, да вот дудки. Так, давайте-ка махового влепим. А потом, наверное, можно будет... Слушайте, можно её и укротить или черепаху влепить, в принципе, уже. Так, ну у нас и феи дофига. Ладно, давайте фею влепим вначале. А разберём этих потихонечку. Так, одна ещё что-то брыкается у нас тут. Ой, ну что он думает, что он победит меня, что ли? Я не понимаю, а, ребят. Ну, на самом деле, этот Ода кусок идиота. Сейчас разбомбим его и всё. Пойдёт дальше во своясь плакать в сорочку. Давайте последнюю фею выложим. Какая-то у меня, честно говоря, колодка маленькая, да? Ладно, надеюсь, потом можно будет добор сделать. Ну что же, опять пять золотых получаем с вами. Когда вы тренировались с содой и капитаном, из леса появилась нежить, заполнившая лагерь. Похоже, их влекло закрытое сокровище. Хра! Ну, ещё бы не влекло. Нежить вернулась. Используй магию для защиты учёных. Хорошо, как скажешь. Дай мне только магию эту. А то мне только маховые големы да укротители черепах. И лесная фея, которая опять же без магии. Так, давай лесную фею выставим. Бомбим, бомбим этого скелета. У него что там? Пять хп всего, ребят. Ну, это на разок, на раз плюнуть. Давайте махову опять влепим. В принципе, больше тут ничего не надо. Но выставлять-то всё равно придётся кого-нибудь, да? Так, давай, наверное, жабу влепим. Жаба-воин! У него, как бы вам сказать, если будет его атаковать чувачок с двумя уроном, то жабу разберут. Ну, если он сейчас бомбанёт... А он бомбанёт, поверьте мне. Хотя, в принципе, и махову хватит. Да. Победа! Очередная наша победа. Всё идёт на изи. Группу исследователей окружила толпа воинов-скелетов. Помогите... А, ну это мы выполнили, ё-моё, по-моему, да? Или нет? Чё-то я не пойму. Капитан, там учёные, нужна помощь. Прости, Ода, я тут чутка занят. А ну отвали, кослявая нечисть, в земле твоё место. Вот это ты правильно говоришь. Да что ж такое, опять эти скелеты? А, да, ребят, у нас же здесь будет скелетовая боня. По-другому это не назвать. Так, давайте махову. А ну вот это, конечно, рептилия мощная, но она не доживёт до своего... ...удара, урона. Потому что у меня маховы разберутся. Всё. Ну что, ребята, ещё буквально по ударчику, да? Нет, вот так вот мы сделаем. И скелетик этот отправится к працам. Нет-нет, всё, его здесь уже ничего не спасёт. Поверьте мне. Теперь можно хоть кого ставить. Оп. Так. И фея делала... А, нет, не фея. Не фея. Немножко я лопухнулся, ребятушки. Всё, сейчас... ...жаба... ...даст пекло ему. Боевая жаба. Оба-на! Получил. Охламонище. И вали отсюда. Опа, она дали нам ангела-рыцаря. У него, кстати, тоже есть одна броня. И три хпшки. Кряк! Скорее возвращайся на воздушный корабль. Там появилась новая мистическая пыль. Её можно использовать для улучшения карт, чтобы они стали ещё сильнее. Угу. Получаем, ребята. С вами пыль. Помню, помню я эту... ...благородную пыль. Сколько же её там надо было, чтобы улучшать карты. Ох. Если бы только знали, ребята. Ну, думаю, на сегодня, ребятушки, хватит. Если вам понравилось, ставим лайк. И мы продолжим играть в эту игру. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И до новых видосиков, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин